Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем сейчас Евангелие от Марка с толкованием блаженного фифилакта и с комментариями. Марк 3 глава с 13 по 19. Вот тут надо написать сейчас, что это номер 3. Вот так. Считаем дальше. Марка 3 глава с 13 по 19 стих. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Заведеева, Иоанна брата Иакова, нарекший им имена Ваанаргез, то есть сыны Громовой, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона, Канонита, Иуду Искариотского, который и предал его. Толкование блаженного фифилакта. Восходит на гору для того, чтобы помолиться, так как перед Сим творил чудеса, после совершения чудес молиться. Конечно, в урок нам, чтобы мы благодарили Бога, как скоро сделаем что-либо доброе, и приписывали бы той силе Божией. Или, так как Господь намеревался рукоположить апостолов, то по этому случаю восходит на гору для молитвы, в наставление наше, что и нам, когда намереваемся рукоположить кого, сначала должно молиться, чтобы открыт был нам достойный того, и чтобы мы не приобщались к чужим грехам. 1 Тимофея 5.22 А что Иуду избирает в апостола, то отсюда мы должны понять, что Бог не отвращается человека, имеющего сделать зло, из-за будущего его злого дела. Но что за настоящий его добродетель сподобляет его чести, хотя бы он впоследствии сделался худым человеком. Евангелист перечисляет имена апостолов по поводу лжи апостолов. Дабы знали истинных апостолов. Сынами Громовыми называют сынов Зеведея, как особенно великих проповедников и богословов. Марка 3 глава 20 по 22 стих Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А княжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вильзевула, и что изгонят бесов в силу бесовского князя. Толкование Вышли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, то есть, что имеет беса. Так как они слышали, что он изгоняет бесов и исцеляет болезни, то по зависти думали, что он имеет беса. Почему и хотели взять его, чтобы связать, как бесной шивости. Так думали, и хотели поступить с ним и ближние его. Подобно иерусалимские княжники говорили, что он имеет в себе беса. Так как они не могли отвергать совершившиеся перед ними чудес, то обносят их другим способом, произведя их от бесов. Марка 3 глава 23 по 28 стих И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещи его. Если прежде, не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Толкование Опровергает ненавистливых иудеев неоспоримыми примерами. Как возможно, говорит, бесу изгонять бесов, когда и в обыкновенных домах видим, что пока живущие в них мирны, дома стоят благополучно. А коль скоро произойдет в них разделение, падают. Как возможно, говорит, чтобы кто расхитил посуду крепкого, если наперед не свяжет его? И эти слова означают следующее. Крепкий есть дьявол. Сосуды его суть люди, служащие ему вместилищем. Таким образом, если кто наперед не свяжет и не низложит дьявола, то как он может расхитить у него сосуды его, то есть беснующихся? Посему, если я расхищаю сосуды его, то есть освобождаю людей от насилия бесовского, то, следовательно, я наперед связал и не изложил бесов, и оказываюсь врагом их. Итак, как же вы говорите, что я имею в себе влезвивула? То есть, что я изгоняю бесов, будучи другом их и волшебником? Марка 3 глава, 28 по 30 стих. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. Толкование. То, что Господь говорит здесь, означает следующее. Люди, согрешающие во всем прочем, еще могут извиняться чем-нибудь и получить прощение. Но Божие снисхождение к слабости человеческой. Но когда видят, что Он творит несомненные чудеса, и между тем хулят Духа Святого, то есть чудотворение, происходящее от Святого Духа, то тогда как они получат прощение, если не покаются? Когда соблазнились плотью Христовую, то в этом случае хотя бы не покаялись, будут прощены, как люди соблазнившиеся. А когда видели Его творящим дела Божии, и все еще хулили, как будут прощены, если останутся нераскаянными? Марка 3, глава 31 по 35 стих. «И пришли Матерь и Братья Его, и стоя вне дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел народ. И сказали Ему, «Вот Матерь Твоя и Братья Твои, и сестры Твои вне дома спрашивают Тебя». И отвечал им, «Кто Матерь Моя и Братья Мои?» И обозрев сидящий вокруг себя, говорит, «Вот Матерь Моя и Братья Мои, ибо кто будет исполнить волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Толкование. «Братья Господа по зависти пришли взять Его, как неистового и бесноватого. А Мать, вероятно, по внушению чувства чести, пришла отвлечь Его от учения, показывая таким образом народу, что тем, кому они удивляются, она свободно распоряжается и может отвлекать Его от учения. Но Господь отвечает, «Матери Моей никакой не будет пользы быть Матерью Моей, если она не будет совмещать в себе всех добродетелей. Так же точно и родство бесполезно будет для братьев Моих, потому что те только суть истины сродники Христа, которые творят волю Божию». Итак, говоря это, он не отрекается от Матери, но показывает, что она достойна будет чести не за одно только рождение, но и за всякое другое доброе дело. Если бы сегодня она не имела, то другие предвосхитили бы честь родства. Марка, 4 глава, с 1 по 2 стих. «Я опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им». Толкование. «Хотя казалось, и отослал мать свою, однако опять повинутся ей, ибо ради нее выходит к морю. Садится в корабль для того, чтобы, имея перед глазами всех, говорить в услышании всех, и никого не имеет позади себя». Марка, 4 глава, с 3 по 12 стих. «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел, и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, иное сто. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающий его, вместе с двенадцатью, спросили его о притче, и сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия. А тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. Толкование. Кто такой сеятель? Сам Христос, который по человеколюбию и снисхождению неотлучно исшел от отчих недр. Исшел же не для того, чтобы сожечь проклятую землю и злые сердца, не для того, чтобы иссечь терния, но чтобы сеять семя. Какое семя? Не мы сеяли ли пророков? Нет, свое, то есть, чтобы проповедовать свое Евангелие. Он и сеял, но из семян одно упало на душу подобно дороге, попираемой многими. И птицы небесные, то есть демоны, владеющие в воздухе, пожрали это семя. Таким людям относятся человекоугодники. Они тоже, что дорога, попираемая многими. Кто все делает только для угождения тому или другому, тот бывает, попираем многими. Но заметь, Господь не сказал, что семя брошено при пути, но что оно упало при пути, потому что сетель бросает семя на землю, как на добрую, а она сама уже, оказавшись худой, губит семя, то есть слово. Впрочем, некоторые хорошо понимали упавшее при пути в том смысле, что оно упало на неверное сердце. Ибо путь есть Христос, а находящиеся при пути суть неверная, которая вне пути, то есть Христа. Другое семя пало на душу каменистую, разумею тех, которые легко принимают слово но потом отвергают. Иное семя упало на душу, пекущиеся о многом, ибо терни суть житейские попечения. Но четвертое семя пало на добрую землю. Итак, смотри, как редко добро и как мало спасающихся. Только четвертая часть семени оказалась уцелевшим. Но неужели по распределению и назначению от природы одним дано это, а другим нет? Быть не может, но тем дано, как ищущим. Ищите, сказано, и дастся вам. А прочих Бог оставил в слепоте, дабы знание должного не послужило в большем их осуждении, когда они не исполняют всего должного. Впрочем, хочется ли знать, что от Бога дано всем видят должное? Слушай, видеть это от Бога, не видят это от злобы их, ибо Бог создал их видящими, то есть понимающими доброе. Но они не видят, смежая отчество и добровольно, чтобы не обратиться и не исправляться, как бы завидуя собственному спасению и исправлению. Марка 4-й глава 13-го по 20-й стих. И говорите, не понимайте этой притчи, как же вам разуметь все притчи? Сеятель слово сеет, посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянные. Потом, когда настраивают скорбь или гонение, за слово тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего обольщения богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат. Толкование. Здесь указано три разряда людей, в которых слово пропадает, одни невнимательны, этим означены словом при дороге, другие малодушны, си, разумеется, под словом на камне, третий сластолюбивый, означает словом в тернии, три же разряда и тех, которые приняли и сохранили семя, одни приносят плод во сто, это люди совершенной и высокой жизни, другие в шестьдесят, это средние, иные в тридцать, которые хотя немного, но все же приносят по силе своей. Так одни судьбедственники пустынники, другие живут вместе в общежитии, иные в мире и в браке, но Господь принимает всех их как приносящих плод. Марка 4 глава 21 по 23 стих и сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явно, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышит, да слышит. Здесь толкование. Господь научает апостолов быть светлыми по жизни и поведению. Как светильник поставляется для того, чтобы светить, так и ваша жизнь, говорит, будет видна всем, и все будут смотреть на нее. Поэтому старайтесь вести жизнь добрую, ибо вы поставлены не в углу, но служите светильникам, но служите светильникам, так и посчитал, а светильника не скрывают под кровать, но ставят на виду на подсвечник. И из нас каждый есть светильник, который должен был быть поставлен на подсвечник, то есть на высоте жизни по Богу, дабы дабы мог светить и другим, а не под спудом чревоугодия и заботой о пище, и не под кроватью бездействия, ибо никто, занятый по печенью о пище и преданной ленности, не может быть светильником, светящим своей жизнью для всех, чтобы кто не делал втайне доброе или злое, все обнаружится и здесь, а особенно в будущем веке, чтобы сокровение Бога, однако и Он явил во плоти, явился во плоти, Марка 4 глава с 24 по 25 стих, и сказал им, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такой отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Толкование Господь побуждает учеников к бодрствованию, замечайте, говорит, что слушаете, не опускайте ничего, сказанного мною, в какой мере вы внимательны, в такой мере получите и пользу, тому слушателю, который внимательен всегда и при том высшей степени воздаст Бог и награду великую, а медлительному человеку соразмерная будет и прибыль вознаграждения. Кто будет иметь ревность и усердие, тому дастся и награда, а кто не имеет ревности и усердия, у того взято будет и то, что он думает иметь, ибо по причине венности гаснет в нем и там малая искра, которую он прежде имел, подобно как от усердия она возжигается. Марка 4 глава 26 по 29 стих и сказал Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит и встает ночью и днем и как семя всходит и растет не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод немедленно посылает серд потому, что настала жатва толкование под Царством Божиим разумеет Божие смотрение о нас человек есть сам Бог соделывавшийся ради нас человеком он бросил в землю семя то есть евангельскую проповедь бросив его он спит то есть вошел на небеса впрочем он и встает ночью днем ибо хотя Бог по-видимому и спит то есть долго терпит но он встает встает ночью как посредством искушений возбуждает нас к познанию его встает днем когда наполняет нашу жизнь радостями и утешениями семя семя растет как будто без веда моего потому что мы свободны и от нашей воли зависит расти или не расти этому семени не по неволе приносим плод но добровольно то есть приносим плод от самих себя сначала когда бываем младенцами еще не достигшим в меру возраста Христова мы произвращаем зелень показываем начаток добра потом колос когда бываем уже в состоянии противостать искушения ибо колос связывается уже коленцами стоит прямо и достиг уже большего развития затем образуются в колосе полные зерна это тогда когда кто приносит плод совершенства когда же настанет жатва тогда серб собирает плоды серб это есть слово божие а жатва время кончины комментарии Игнатия Лапкина как ясно выразился блаженный фифилакт собравший в своем толковании всех святых отцов евангельская проповедь вот единственное семя из которого произрастет божественный виноград некоторые православные измыслили свою веру и говорят что крещение из семи апостол же Павел даже о себе говорит так 1 калифинам 1 17 ибо Христос послал меня не крестить а благоествовать а сегодня эти слова в устах современных пастырей перефразированы так мы сами пришли крестить а не благоествовать это их деятельность не евангельская но даже антиевангельская евангельская семья падшая в жаждущую душу подводит человека к крещению как завершающему акту обращения ко Христу да и крестить то сегодняшние пастыри не умеют и сами некрещенные в подавляющем большинстве а всего лишь мокрой ладонью им задели голову и таким же образом они портят других людей и до тех пор пока такое лжекрещение будет на равных считаться с истинным трехпогружательным крещением до тех пор в церкви будет мрак и все будет все глубже погружаться в него апостол Павел за свою апостольскую жизнь едва ли крестил пять раз и это дело он умышленно 1 коринфянам 1.14 благодарю Бога что я никого из вас не крестил кроме Криспа и Гаия 1 коринфянам 1.16 крестил я также Стефанов дом а крестил ли еще кого не знаю чтобы привести человека к крещению нужно евангельское семя проповеди как говорит Иоанн Златовуст и у пастора должны быть тысячи талантов а для того чтобы крестить не нужно ни одного таланта достаточно быть законно рукоположенным и незапрещенным Марка 4 глава с 30 по 34 стих и сказал чему уподобим царствие Божие или какую притчу изобразим его оно как зерно горчичное которое когда сеется в землю есть меньше всех семян на земле а когда посеяно всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви так что под тень его могут укрываться птицы небесные и таковыми многими притчами проповедовал им слово сколько они могли слышать без притчи же не говорил им а ученикам наедине изъяснял все толкование мало слова веры потому что следует только уверовать во Христа и ты спасешься видишь что слово сие столь же мало как и горчичное зерно но посеянное на земле проповедь слова расширилась и разрослась так что на ней покоятся птицы небесные то есть все люди с выспрением и горним умом и знанием в самом деле сколько мудрых успокоилось на этой проповеди оставив еленскую мудрость таким образом проповедь сделать больше всего и пустила великие ветви и в апостолы как ветви разошлись один в Рим другой в Индию третий в Ахайию прочие же в другие страны земли Господь говорит народу многими притчами предлагая притчи сообразно с состоянием слушателей так как народ был прост и не учен то поэтому напоминает ему о горчичном зерне о траве и семени дабы известными ему и обыкновенными предметами научить его чему-либо полезному и заставить его подойти и спросить и по вопросу разуметь непонятное так ученикам объяснял он все наедине так как они прямо приступали к нему и спрашивали объяснял же все только такое о чем они спрашивали и чего не знали о ней вообще все даже ясное ибо когда уразумели то о чем спрашивали то из этого становилось ясно для них и другое и таким образом разрешалось для них все марка 4 глава 35 по 41 стих вечером того дня сказал им переправимся на ту сторону и они отпустив народ взяли его с собой как он был в лодке с ним были и другие лодки и поднялась великая буря волны били в лодку так что она уже наполнялась водой а он спал на корме на возглавии его буют и говорят ему учитель неужели тебе нужды нет что мы погибаем и встав он запретил ветру и сказал морю умолкни перестань и ветер утих и сделалась великая тишина и сказал им что вы так боязливый как у вас нет веры и убоялись страхом великим и говорили между собой кто же сей что и ветер и море повинуются ему толкование матфей повествовал об этом иначе нежели как марк о чем тот сказал пространие то этот сократил и наоборот что первый изложил кратко о том последний сказал пространие господь берет с собой одних учеников предоставляем быть зрителями будущего чуда но чтобы они не переносились тем что других отослал а их взял и вместе чтобы научить их переносить опасности попускает им быть в опасности от бури а спит при всем с той целью чтобы чудо показалось им тем важнее после того как они перепугались иначе если бы буря случилась при бодрестном состоянии Христа они не испугались бы или не обратились бы к нему с прошением о спасении и вот он попускает им быть в страхе от опасности дабы они пришли в сознание силы его так как они только на других видели благодеяние Христово а сами не испытали ничего подобного то была опасность что они сделаются беспечными посему Господь попускает быть бурей он спит на корме корабля она была конечно деревянная пробудившись Христос запрещает сначала ветру так как он бывает причиной морского волнения а потом укращает и море обличает учеников за то что они не имели веры ибо если бы они имели веру то верили что он и спящий может сохранить их невредимыми ученики говорили между собой кто есть сей потому что имели еще неопределенное понятие о нем так как Христос укоротил море одним повелением а не жезлом как Моисей не молитвенным во звание как Елисей и Ордан не ковчегом как это не ковчег как Иисус на вен то по этой причине он показался им выше человека а тем что он спал он являлся им опять человеком аминь аминь Продолжение следует...